Ауазу биллахи на шейтан и рожим. Бисмиллахи ррахман и ррахим. Альхамду лиллахи раббил ааламин. Ассалату ассаламу аля ашрафи мурсалина и аля алихи и асхабихи аджмаин. Амма ба'ад. Ассаламу алейкум и рахматуллахи ва баракату. Пусть Аллах примет этот мажлис. На самом деле, уважаемые братья, такие мажлисы надо провести почаще. Когда мы собираемся вместе, когда собираются братья-мусульмане, с этого места исходит нур. от Аллаха. И на это место не спосылается милость Аллаха. Поэтому, насколько мы собираемся, настолько же Аллаху альхам радуется. А насколько мы собираемся, настолько гневаются враги ислама, враги общества. На одном конгрессе министр иностранных дел Америки сказал, что на нынешнее время в мире 200 государств, если бы их было бы 5 тысяч государств, то еще лучше было бы сказал. То есть, сколько бы разделяется община, столько они радуются. Ихний девиз что? Ихний девиз, чтобы разделять и властвовать. Мы все помним Османской империи, какая мощная власть была у мусульман. Они разделили это государство на мелкие государства. Сейчас арабских государств больше 20. И для чего они разделили? Если взять, вот посмотреть на кулак, сломать кулак очень трудно. А когда раскрываешь кулак, то сломать пальцев очень легко. Вот точно по этой же форме они работают. Работают для того, чтобы разделять мусульман и властвовать над нами. Чтобы нас не разделяли, мы должны сплотиться и побольше собраться, побольше делать маджлисы, побольше присутствовать на джамаат-намазах и держаться за религию Аллаха. В Коране есть аят Аууз биллахи на шайтону рожим В Коране Аллаху Таалла повелевает нам, говорит, вы придерживайтесь за религию Аллаха и не разделяйтесь, говорит Аллах. Повелевает нам, чтобы мы придерживались, чтобы мы были едины. В Медене было две племени, Бануль-Аус и Бануль-Хазрач. Они воевали друг с другом больше ста лет. И когда пришел пророк, они приняли ислам. А когда они приняли ислам, они стали братьями. Однажды, когда мимо них проходил чего-то евреи, они видели их братство и они позавидовали им. Они начали напоменять им, какие они были враждебными. То есть начали сеять смуту среди них. И они начали обратно враждовать друг с другом. И по поводу этого Аллаху Таалла не спасал этот же аят и продолжение этого аята. Садак Аллаху Таалла Ни'мат Аллаха, как Аллаху Таалла говорит, сделал вас братьями с помощью ислама. Когда вы приняли ислам, вас сделал бы Аллаху Таалла братьями. Из контум аадаан, когда вы были, говорит, врагами. То есть они были до ислама врагами, и когда приняли ислам, они стали братьями. Вы были, говорит, на краю ада. То есть если бы они остались, говорит, в куфре, они впали бы, говорит, в ад. Вот точно так же, говорит, если бы, говорит, остались бы, говорит, на этой куфре, то вы пали, говорит, в ад. Поэтому, говорит, вы придерживайтесь за религию Аллаха и не разделяйтесь, и делайте шукру, и становитесь, говорят, братьями и мусульманами, держась за религию Аллаха. Уважаемые братья, в другом аяте в Коране Аллаху Та'ала напоминает нам, что фитна, говорит, наи хуже, чем смерть. То есть имеется в виду, зарал, вред от фитна больше исходит, чем от убийства. Потому что убийством ограничивается одна убийство, один грех. А фитна, она носит больше ущерба мусульманской уме. Абу Хурайрт, Радия Аллаху Та'ала, рассказывает хадис посланника Аллаха, салли Аллаху алейху ассалям. Близок, говорит, время, и Аллаху Та'ала заберет, говорит, знание. И выявится, говорит, фитна среди вас. И увеличится, говорит, харадж. Асхабы спросили, что же такое харадж. И тогда посланник Аллаху ассаллиллаху алейху ассалям сказал, а харадж это, говорит, убийство. В наше время, как мы замечаем, убить человека легче, чем убийство мухи. Поэтому это то, что предвешал нам пророк алейху ассалям, и мы должны держаться друг за друга, держаться за религию Аллаха и сохранить братство среди нас. Пророк алейху ассалям говорил, Самый плохой из вас, самый плохой из людей, говорит, это обладатель двуличия. У кого есть двуличие. То есть фитна кто наводит? Фитну наводит человек, который приходит к этому людям с одним лицом, приходит к другим людям с другим лицом. Вот этот человек самый худший из людей. И пророк алейху ассалям говорил, что Не зайдет, говорит, в рай намам. Намам, кто такой? Намам это доносчик. То есть доносит слова одного человека к другому человеку. И стелю вести фитну среди мусульман. Есть один ревайот, который многие знают, известный ревайот. Один человек, говорит, приходит на рынок, чтобы покупать раб. Когда он покупал раб, раньше же смотрели на зубы, на здоровье, на как он имеет работу, работать или не умеет. Когда он пришел и увидел одного раба, которого продают, он спросил, какие у него недостатки. Этот продавец сказал, что у него таких особых недостатков нету. У него есть только один недостаток, у него язык нехороший сказал. И ему это стало не таким уж большим делом. Он взял и купил этого раба. Привез домой. Через некоторое время этот же сплетник, этот же раб начинает свое дело делать. Он подходит к жене и говорит, к жене хозяину и говорит, что твой муж тебя не любит, говорит. У него есть, говорит, вторая жена, он больше тебя не любит и будет разводиться с тобой. И тогда жена начала волноваться, что же можно делать, что можно сделать, чтобы поправить все. И тогда этот раб сказал, ты мне, говорит, принеси 2-3 волоска из-под бороды, и я это исправлю, сказал. Я сделал так, чтобы он тебя любил. Потом она согласилась. И после этого он подходит к мужу, к хозяину. Ему то же самое говорит. Говорит ему, что твоя жена тебя больше не любит. Она любит другого человека и намерен убить тебя. Этот хозяин не слушал его. И тогда этот раб сказал, если ты мне не веришь, сказал. Ночью подходи, ночью притворись спящим. И ты увидишь, что твоя жена тебя убьет. Но все-таки мысли его не оставили. Этот хозяин, когда ночью лег спать, он притворился спящим. Тогда, говорит, жена взяла этот нож и начала резать волоски из-под бороды. В это время муж, думая, что она хочет убить его, вытащила нож из ее руки и убила свою же жену. Когда, говорит, узнали о убийстве жены, родственники жены, они пришли, говорит, и убили, говорит, мужа. Когда, говорит, родственники мужа узнали, говорит, они пришли, говорит, и убили, говорит, родственников жены. И там тело резня было, говорит. На утро, когда все встали и увидели эту резню, они спросили этого раба, остался там только один раб, когда они спросили этого раба, что же там стряслось, этот раб отвечает им, что под этим домом было золото, из-за этого они дрались, и эти соседи все собрались и разрушили этот же дом. Смотри же, что же один язык натворил за один ночь. В книгах написано, что человек-сплетник может за один час натворить такое, что Иблис не может за целый год. За который Иблис не может дело делать, вот за один час сплетник делает. Поэтому, уважаемые братья, среди нас тоже есть такие сплетники, нужно остерегаться от них, нужно отдалять таких людей от общества, нужно изолировать таких людей. Дай Аллаху нам помощи и тавфиq, чтобы следовать пути Аллаха и пути пророка. Саламу алейкум.